Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбола Т.Жизнь и это обзор пятого тура Лиги Чемпионов. Поехали! Ну что же, начинается наш обзор пятого тура Лиги Чемпионов. Матч в Турции. Галатасарай принимает Брюги. Эти две команды будут бороться, скорее всего, за выход именно в Лигу Европы, потому что у них в группе есть такие два гранта, как Мадридский Реал и ПСЖ. Ну и вот так вот Брюги, Бельгийский Клуб выходит на выезде уже вперед на 24-й минутке. Замечательный гол. До конца доборолись. Мог, конечно, мяч и сам докатиться, наверное, но там могли защитники подстраховать голкипера. Так что, наверное, все-таки правильно сделал игрок, что добил все-таки этот мяч. Все-таки сзади накрывал его. Ну и замечательно, Брюги выходит вперед. Именно в этой встрече, в очной встрече против Галатасарая, будет все решаться, кто займет третью строчку в этой группе. Ну и забил Ханс Ванакин. Немного погодя, после розыгрыша с центра поля, вот так вот замечательно забивает Галатасарай. Буквально пять минут проходит и Галатасарай, сравнивая счет, забил, если я не ошибаюсь, это Фигули. Замечательным голом в самую девятку забивает Галатасарай. Вот так вот проявление характера, воли своей, не сломил этот гол. И вот так вот в дальнюю еще и девять, ну или не в девять, прям под перекладину. Вот отсюда будет хорошо нам видно. Пробил. Ну, здесь именно во внутреннюю девятку забил Фигули. Фигули, сравнял счет и матч и завершается с таким счетом 1-1. Следующий у нас матч, тоже интересный, это все-таки российский клуб, представитель чемпионата России. Единственные в нашей именно симуляции и обзоре Лиги Чемпионата, так как Зенита нету. Локомотив принимает немецкий клуб Байер. И именно тоже такая же встреча. Будет все здесь решаться, кто все-таки попадет в Лигу Европы. Потому что Ювентусу и Атлетико будет тяжело конкурировать. Ну и вот Байер, Кайхавец, главный лидер, мне кажется, Байера в этом сезоне. Как в Бундеслиге, так и в Лиге Чемпионов. Забивает он на выезде Локомотиву. Ну и это очень важный был гол. Гильер, естественно, расстроен. Но Локомотиву нужно стараться. Нужно пытаться забить гол и сравнять. Потому что что-нибудь из этого и выйдет. Очки все равно терять нельзя, тем более играют они дома. Должны хотя бы ради болельщиков постараться. Ну что же, и в концовке самый матч. Вот так вот замечательно. Эдер выбивает, можно так сказать, мяч. Миранчук на рыбуся. И тот уже со второй попытки, но все-таки затолкал мяч. И на 84-й минуте Локомотив сравнивает счет. Очень важный гол. Сейчас был от Матса и Рыбуся. Не зря все-таки подключился он к нападению. С фланга защиты. Ну и все. 1-1. И Локомотив теперь уже в оставшееся время может контролировать игру. И пытаться забить важный мяч еще один. Для того, чтобы выигрывать. И забирать 3 очка в матч против Ливеркузинского Байера. Ну вот здесь вот именно все показал Матса и Рыбусь. Не с первой, так со второй попытки все-таки получилось забить. Характер свой показал железнодорожник. Так что все замечательно. Для Локомотива смогли сравнять минимум 1 очко у них в кармане. Ну а матч так и заканчивается со счетом 1-1. Ну а у нас следующий матч. И это Мадридский Реал. Сантьяго Бернабео принимает главный матч этого группового этапа. Для Мадридского Реала уж точно. Потому что в группе нету таких серьезных соперников, как ПСЖ. Ну и вот так вот уже на 12-й минуте матча Киллиан Бапе выводит вперед французскую команду, которая борется за первую строчку, скорее всего, в группе. Ну и показывают то, что доминируют они именно в этом матче. Хотя это и начало матча. Но столько денег было вложено в этот проект под названием ПСЖ, что они каждый сезон номинированы и являются кандидатами на обладателя Лиги Чемпионов. Но потом все-таки что-нибудь да и происходит, как было совсем недавно. Это вылет ПСЖ от Манчестера Юнайтеда. Обидное, конечно, но по делу все было. Ну и Мадридский Реал снова собрался. Минут 10 буквально, 14-15 прошло. И Мадридский Реал сравнивает. Гол забивает Тони Кросс с голевой передачи от Карима Бенземы. Как я говорил уже в прошлых обзорах, Тони Кросс ключевой игрок Мадридского Реала, следующее звено между защитой и нападением. Но иногда вот и он все-таки подключается к нападению и забивает свой уже очередной гол за Мадридский Реал в Лиге Чемпионов. Именно уже в нашей симуляции. Ну и Дин Дин Зидан все-таки действительно радуется, потому что против такого соперника, как ПСЖ, этот гол был очень решающим. Нужно пытаться забивать, конечно же, еще. Но этого не случилось, и матч тоже заканчивается счетом 1-1. А у нас следующий матч. Этот матч у нас один из группы. Группа это Бавария, Тоттенхэм и Олимпиакос. Но так как у нас нету цирвенной звезды FIFA 20, поэтому мы смотрим один матч Тоттенхэм-Олимпиакос. И вот так вот на первых минутах матча Тоттенхэм в качестве хозяева поля все-таки забивает, показывает свой класс, свое звание финалиста Лиги Чемпионов прошлого сезона. И показывает то, что именно с Баварией они уж точно будут бороться за первую строчку. Но и забивает Тоттенхэм в ворот Олимпиакос. Быстрый гол от Лукаса Моура. Мы помним тот хэт-рик, то чудо вот этого бразильца в матче против Аякса в полуфинале Лиги Чемпионов прошлого сезона. Жезон Уриня тоже действительно рад этому, что гол был забит так быстро. Ну и радуются не только футболисты Тоттенхэма, но и болельщики. Но матч так и заканчивается с минимальным преимуществом от Тоттенхэма. У нас следующий матч это Манчестер-Сити. Тоже команда, которая в этом сезоне будет бороться за победу в Лиге Чемпионов. Принимает Шахтер. Победа в Лиге Чемпионов в этом сезоне будет ключевой для Манчестера, так как они получили финансовый бан на два сезона в Лиге Чемпионов. Матч заканчивается между ними в ничью со счетом 0-0. Очень скучным был матч. Но у нас следующий матч в этой же группе. Аталанта принимает хорватский клуб Динамо Загреб. Но и в этом матче тоже нулевая ничья. Следующий у нас матч. Ювентус против Атлетика Мадрид. Но у нас это Пименто Кальчо. Уже все любители FIFA привыкли к этому названию. Пименто Кальчо. Ну и вот так вот на выезде Атлетика забивает важный гол для себя. Так именно Ювентус с Атлетико будут бороться за первую строчку из-за звания лучшей команды именно этой группы. Да и легче всего именно побороться с одной командой в двух матчах. Нежели чем потом в противостоянии против команды с первой строчки встречаться уже в плей-офф. и играть два матча против лидера одной из группы. Это будет очень целесообразно. Так сказать, сливать группу и занимать вторую строчку. Но Атлетика показал свой характер. Альваро Марата является автором единственного забитого мяча в этом матче. У нас следующий матч. Это уже Испания. Замечательный клуб Валенсия принимает лондонская Челси. Две команды, которые борются тоже здесь за первую строчку. Прямо вот пятый тур нам приносят такие матчи. Но этот матч тоже заканчивается в ничью 0-0. Следующий у нас матч. В реальной жизни, да, этот клуб просто невероятное просто что-то показывает за последние два сезона. Ливерпуль принимает Наполе. Но именно у нас в симуляции Лиги Чемпионов Ливерпуль очень неудачно себя показывает за те предыдущих четыре тура. Но вот так вот дома они забили Наполе именно той команде, которая не проиграла еще ни одной игры за четыре тура. У Наполе 12 очков из 12 возможных было. Но вот Ливерпуль. Замечательно. Шикарный гол с лета от Вейнальдума. Мне кажется, если бы мы делали премию лучшего группового этапа, то точно он был бы номинирован. Но я бы отдал бы на данный момент, еще конечно не сыграем шестой тур, но пока что это главный фаворит на победу, как лучший гол турнира. Точнее, ну группового этапа, да. Потом бы сравнивали еще и с раундом плей-офф. Ливерпуль для себя впервые обыгрывает Наполе с счетом 1-0. Это первое поражение для итальянского клуба. У нас следующий матч это Генг и он принимает Рэдбуль Зальцбург. Два неинтересных таких уж сказать клуба, но развязка все случилось именно на последних минутах. Вот такая вот подача и добивание сработало. Рэдбуль выходит вперед на последних минутах выездного матча. Кто бы мог подумать, что еще и гости в концовке матча поведут в счете. Ну и замечательно здесь все было. Естественно, расстроен голкипер Генг. Подача, как вы видите, удар. Здесь он потащил, а вот здесь уже добивания, к сожалению, нет. 1-0. Выходит вперед Рэдбул Зальцбург в матче против Генг выездной. И так матч и заканчивается с минимальным преимуществом гостей. Хуанг, Хи, Чан забивает. Ну и сесток арбитра все. Победа гостей со счетом 1-0. У нас следующий матч очень интересный. Барселона против Дортмундской Баруси. Эти три команды в реальной жизни Барселона, Дортмунд и Интер боролись за выход в плей-офф. Лиги чемпионов Интер, к сожалению, попадает в Лигу Европы у нас в реальной жизни. Но здесь у нас, как вы видите, Леонель Месси по праву капитана, наверное, так взял на себя игру. Получил мяч очень даже хорошо. И пробил в одно касание. И выводит вперед Барселону в важном матче. Но у нас именно в нашей симуляции очень хорошо себя показывает пражская славя. Они обыграли Барселону в прошлом туре, между прочим. Поэтому для Барселоны очень нужно набирать эти очки. Потому что сейчас именно на первой строчке после четвертого тура является именно пражская славя. Барселона на второй идет. На третий Интер. У них там равенство очков и забитых мячей за Барселоной. Ну и на четвертой строчке идет Дортунская Барусия. Но забивает и Барусия. Не побоялась она. Рискнула. И вышла в замечательную атаку. Даже там в контратаку. Получилось так немного. Повладели мячом возле штрафной. И Арфаэль Геррера. Забивает и сравнивает счет. Очень важный гол. Очень важные очки. Матч так и закончится. Со счетом 1-1. Барусия забила на выезде. Это им очень важно. Они идут все-таки сейчас на четвертой строчке. Хотя на их месте должна быть все-таки пражская славя. Которая сейчас идет у нас на первой строчке. Набирает свои очки также и Барселона в матче. Все-таки в противостоянии против Интера. Это очень важные им были очки. Ну и все. 1-1. Систит арбитр. И мы перемещаемся на следующий матч. Этот матч. Если я не ошибаюсь. Славия против Интера. Вот как раз. Именно эта команда, которая с Сона обыграла Барселону. Принимает теперь уже Интер. И вот на 27-28 минуте. Замечательным ударом. Забивает Трауре. Как я и сказал. Славия просто невероятно что-то из себя показывает. По ходу этого сезона. Именно в нашей симуляции Лиги Чемпионов. Забивает гол Интеру. Да кто бы мог подумать, что именно так. Нету просто отскока. Но здесь прям поставленный был удар. Вот Трауре. В самую 9 забивает. И Самир Ханданович, лидер Интера, не потащил этот удар. Да и оборона тоже так себе сыграла. Ну а гол еще и от штанги забивает Славия. Так же Синтенционно во втором туре подряд Славия обыгрывает соперника с минимальным преимуществом. Так что Славия одерживает победу над Интером. Минимальным счетом. Трауре вот на 28-й минуте забил гол. У нас следующий матч. Этот матч Red Bull. Лейпциг. Уже не Зальцбург, а Лейпциг. Принимает Бенфику. Тоже неполная группа из-за того, что нету Зенита в Лиге Чемпионов. FIFA 20. Поэтому забивает на выезде Бенфика. На 10-й уже минуте. Открывает счет. Здесь тоже соперники очень интересные у нас получились. И Бенфика, которая может, как мы видели, против Леона замечательно сыграть. И как мы сейчас увидели, против Лейпцига на выезде замечательно забивает первыми. Ну и Лейпциг должны теперь показать всю свою мощь. Ради того, чтобы сравнять хотя бы счет. А потом и выйти вперед. Гулачи пропускает. Странно, конечно, для такого голкипера. Но все равно Бенфика показала свой уровень, свой характер. И вышли вперед на выезде. Александр Гримальда, левый защитник, замечательно подключился и забил гол. Ну и Лейпциг не так долго думая. Сабицер с замечательным холлевским таким ударом пробивает голкипера Бенфики. И сравнивает счет. Матч так и закончится ничейным результатом 1-1. Редбуль, Лейпциг против Бенфики. Ну и замечательный гол все-таки сейчас получился у капитана Лейпцига. Можно еще раз наблюдать и наблюдать только за этим голом. Замечательно хлестко в самый нижний угол, во внутренний нижний угол ворот пробил Лейпциг. И забил этот гол. Ну и этот матч против Редбула Лейпцига и Бенфики заканчивается ничью за счетом 1-1. Следующий у нас матч это Лиль и он принимает Аякс. Главную команду, которая пошумела в Лиге Чемпионов, да и всей Европе в прошлом сезоне. Вот такой вот как можно вот так вот пропустить. Как Лиль, домашняя команда пропускает замечательный гол от Куинси Промиса. Просто этот тур стал главным, наверное, туром по таким вот смачным забитым голам. Напишите в комментариях, хотите ли вы видеть обзор или все-таки какой-нибудь голосование на лучшие голы именно у нас в Лиге Чемпионов. Просто замечательно. Вы посмотрите, холестка правой ногой в такой незамысловатой дуге забивает Промес и вводит вперед Аякс, который должен бороться и подтверждать свое имя как одного из фаворитов в победе в Лиге Чемпионов. Но у нас матч так и заканчивается счетом 1-0 в пользу Аякса. Ну вот, вы видите команду пятого тура. Хорошие игроки здесь собрались. Действительно заслуженно они здесь. Но лучшим игроком пятого тура стал Тони Кросс. Его оценка 8,2. Ну и на ваших экранах результаты после пятого уже тура Лиги Чемпионов. Групповая таблица. Ну и как вы думаете, получится ли, например, до сих пор неинтересно у Ливерпуля. Хотя это уже видно, что по очкам здесь они не выходят. Это, к сожалению. Но вот больше еще интереса вызывает группа Славия, Барселона, Интер и Дорненская Барусия. Ну что же, друзья, большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Андрей и канал Футбол. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok